На протяжении всей истории человека привлекало все таинственное и неопознанное. Именно это стремление к неизвестному впоследствии становилось ключом к великим открытиям и изобретениям. Оно толкало людей бороздить просторы космоса и опускаться в недра земли, погружаться в морские пучины и проходить десятки километров загадочных пещер и лабиринтов. В древности пещеры использовали в качестве жилища, но как только люди освоили возведение различных сооружений, они потеряли свое значение и пути к ним были забыты. Лишь спустя много лет вновь начал проявляться интерес к подземным ходам и гротам. Некоторые из них были образованы в результате добычи полезных ископаемых. Так начался новый этап в истории пещер, когда люди не только стремились обнаружить их, но и старались придать им свое значение. Одни народы превращали их в храмы и монастыри, другие – в музеи и выставочные залы. А в Корее, в окрестностях города Ульцан, бывшие штольни по добыче аметиста, стали современным центром развлечений. Аметистовый пещерный комплекс Чусу-Джон является крупнейшим и единственным пещерным комплексом Кореи, на территории которого расположены различные развлекательные аттракционы. Он предоставляет собой множество подземных пещер и лабиринтов, общей протяженностью более 2,5 километров и шириной около 16 метров. Здесь можно многое узнать о добыче натурального аметиста – камня, известного в современном Древнем Египте, называемого Благословенным камнем в Древнем Риме и Апостольским камнем в Средневековье. Познавательная экскурсия об истории чудесного минерала и его добычи с древнейших времен до наших дней является лишь маленькой прелюдией к предстоящему развлечению. На территории комплекса протекает настоящая река, по которой можно отправиться в путешествие на лодке и встретить на своем пути восхитительные водопады и сказочные фонтаны. Кроме того, можно посетить выставочный зал насекомых или посмотреть захватывающее акробатическое представление.